Привет, друзья! Смотрю я на свой дом и понимаю, что он получился у меня красивым и снаружи, и внутри, чему я несказанно рад. Я заказал практически базовую модель у одного из продавцов каркасных домов с минимальными корректировками проекта. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. И самые важные детали моего дома – это его покраска снаружи и внутри. И вот именно об этом мое сегодняшнее видео. Я расскажу, чем красил, кто красил, как готовили дом к покраске, и какие использовали технологии покраски. Ну и, конечно же, скажу пару слов о том, какие материалы я использовал. Ну а в конце видео я вам расскажу, какие ошибки совершил и что бы я сейчас сделал по-другому. Решение купить дом родилось спонтанно, осенью 2019 года. О чем я сейчас нисколечки не жалею, учитывая, как все подорожало. Для сравнения, вот сейчас тот же самый мой проект стоит больше, чем в два раза дороже. С середины ноября по конец марта бригада из трех человек построила мой каркасник. И в момент сдачи он выглядел вот так. Я получил каркас, обшитый имитацией бруса внутри и снаружи. Еще на этапе выбора проекта было решено, что дом и внутри и снаружи будет покрыт красивой и надежной краской, чтобы радовать глаз цветовым разнообразием, а не лаково-олифовым стилем, как это любили делать лет 20-30 назад. Подождав несколько месяцев очень дождливого лета, чтобы дом хотя бы немножечко подсох, тем не менее в августе я все-таки принялся к его покраске и снаружи, и внутри. Проведя масштабное маркетинговое исследование и изучив кучу рейтингов, какая же краска все-таки будет лучшим выбором для имитации бруса, я пошел по самому легкому пути. Из многообразия лучших выбрал ту, которая оказалась для меня максимально доступной. И как ни странно, эта доступность в первую очередь выражалась в возможности свободно купить краску в магазине в разгар карантина. На качестве краски я решил не экономить, чтобы потом перекрашивать дом не через 4-5 лет, а хотя бы лет через 10-12. Первый мазок, можно сказать. Нормально ложится? Да, да, вообще. Ну а теперь, друзья, расскажу вам, какую же краску я выбрал и почему. Сразу хочу оговориться, что это не реклама, но не называя производителя, я бы не смог с вами поделиться этой информацией. Так вот, и для наружной, и для внутренней покраски мой выбор пал на производителя Тикурива. Для каждого случая я выбрал свою краску. Начну с грунтовки. На внутренней грунтовке я решил сэкономить, потому что все-таки внутренние стены не подвергаются такой большой агрессивной среде. Поэтому смело покупайте любую грунтовку, самую недорогую, которая подходит под вашу краску, и вперед. А вот для наружных работ я решил не экономить на грунтовке, потому что все-таки внешние стены будут пребывать в агрессивной среде, и краска должна лечь очень хорошо и с очень хорошим проникновением, и зацепиться на все 100%. Теперь о краске. Я выбрал укрывной вариант, краску Тикурила Винха. Ну, во-первых, эту краску можно было купить в том магазине, который работал в период карантина. А во-вторых, мне очень понравился цвет, который я выбрал в каталоге цветов для этой краски. Ну, собственно, этим цветом я свой дом и покрасил. Для окраски стен внутри я выбрал базовую краску Тикурила Джокер. Ну, почему именно Джокер? Да потому что она продавалась в магазине. И уже дальше колеровал эту краску под свои запросы. В каждой комнате я выбрал свою краску, благо, что возможности для колеровки гигантское разнообразие. Естественно, как я уже подчеркивал ранее, все поверхности предварительно были прошкурены, отшлифованы как следует и прогрунтованы. Ну, а теперь перейдем непосредственно к стоимости работы. Вот кто мне эту работу делал и за какие деньги. Если вы откроете интернет и наберете стоимость покраски имитации бруса за квадратный метр за работу, выведете множество объявлений. И цена, скорее всего, вас не порадует. Вот так же не порадовала цена и меня, когда я впервые увидел, сколько это стоит и что это включает внутрь себя. Поэтому я поступил, ну, на мой взгляд, достаточно хитро. Подалеку на стройке работала бригада узбеков, которые, на мой взгляд, делали свою работу достаточно качественно и хорошо. То, как я это наблюдал со стороны. Поэтому я просто пошел к ним и сказал, что мне нужно сделать вот это, вот это и вот это. Отшлифовать, прогрунтовать и покрасить. И назвал им стоимость работ примерно две трети от той цены, от той минимальной цены, которую я увидел в интернете. Ну, недолго посовещавшись, эти люди согласились сделать эту работу. Жалею ли я об этом? Скоро все сами узнаете. Начитавшись и насмотревшись советов в интернете, чем же и как красить кистью, валиком, краскопультом, я решил остановиться на кисти. Как мне показалось, именно этот способ минимизирует непрокрасы между досками, когда имитация бруса начнет ссыхаться. В итоге результат, который получился, в целом меня порадовал. Я не хочу сказать, что все было сделано идеально, но, на мой взгляд, достаточно неплохо. Хотя кое-где были непрокрасы, кое-где я заставлял бригаду перекрашивать, переделывать и так далее. Что бы я сейчас сделал по-другому? Наверное, только одну вещь. На улице шкуривание должно было вестись, ну, не так вот тяп-ляп, как, по-моему, это произошло, потому что я не осуществлял постоянный контроль. А сейчас бы я бы, наверное, нанял бригаду с профессиональным инструментом, которые это сделали бы более качественно. Потому что простоит ли у меня наружная краска, дорогая краска 10 лет, или не простоит, я не знаю. А во многом это как раз-таки от ошкуривания и зависит. Ну, поживем, увидим. Что касается внутренней покраски, то мне изначально эта задача выглядела как более простой, нежели снаружи, потому что внутри нет агрессивной среды. Ну, единственное требование, которое у меня было, это чтобы везде все было укрыто грунтом, двумя слоями краски, чтобы было аккуратно, нигде не наляпано, нигде не было там желтое на белом, или зеленое на красном. Ну, с этим строители, слава богу, справились нормально. Для каждой комнаты внутри дома мы подобрали свое цветовое решение, потому что, ну, нам так захотелось, чтобы было веселенько и разнообразно, а не было все одного там желтого, или белого, либо синего какого-то цвета. И нисколечки об этом сейчас не жалеем. Благо цветовая палитра текурилы позволяет выбирать очень разнообразные и очень красивые краски. Вот еще раз вам показываю, какое это большое разнообразие. Как мне кажется, любой найдет краску на свой вкус и цвет. Если подытожить, то залогом красивого дома являются четыре фактора. Первый. Соблюдение технологии. Ошкуривание, грунтование, покраска в два слоя. Второе. Качественные материалы. В первую очередь, краска, кисти, грунтовка и все, что вы используете. Третье. Надежная бригада, которая не обманет и сделает все по совести и по технологии. Ну и четвертое. Немного вашей фантазии и умения сочетать цвета. Тогда ваш дом точно будет радовать и вас, и ваших друзей. Вот на этой позитивной ноте мне осталось с вами попрощаться, дорогие друзья. Надеюсь, это видео было вам полезным. Вы отсюда узнали что-то новое. Строите свои дома. Получайте на выходе красивый продукт. Наслаждайтесь пребыванием в своем собственном доме. Пока, друзья. Всего хорошего. И увидимся в следующем видео.